Реализация госпрограмм в области ЖЦУ на особом контроле. В регионе стартовал пилотный проект, направленный на осуществление наблюдений гражданским обществом реализации государственных программ развития. Проект получил название «Мониторинг государственных программ развития, выполняемых субъектами гражданского общества, как ключевой компонент политического диалога в Казахстане». Как рассказал директор организации общественный совет Александр Братенков, основная цель данной идеи – создание мониторинговых групп, которые будут следить за ходом реализации национальных и территориальных программ. Благодаря этому проекту общественность может лично убедиться в том, как создаются и как реализуются госпрограммы, отметил Братенков. Проект предполагает тесное взаимодействие с организациями гражданского общества, государственными антикоррупционными комитетами, профсоюзами, Национальной палатой предпринимателей «Атамикен», государственными структурами и международными партнерами. Проект рассчитан на три года. На первом этапе он будет реализован в Туркестанской, Павлодарской, Кустанайской и области Джетсум. После успешного осуществления в вышеперечисленных регионах он найдет свое продолжение по всей стране. У нас после обучения начнется второй этап реализации программы. Мы профинансируем, будут сформированы так называемые группы, и Евросоюз финансирует деятельность этих групп по мониторингу программ. В случае, если эта мониторинговая группа выявит нецелевое использование финансовых средств или злоупотребление должностных лиц, то она и по закону, и по совести имеет право обращаться с обжалованием или с апелляцией в различные контрольно-надзорные органы, в антикоррупционные структуры, в прокуратуры, вплоть до суда. Возможно обращаться к разработчику этой программы и на предварительном уровне уже прийти к какому-то компромиссу. В Талдыкургане стартовали военные сборы для офицеров запаса. Всего в области Житсу 10-ти дневные учебные курсы пройдут порядка 135 бывших военнослужащих. Они вспомнят навыки, полученные во время прохождения службы в рядах армии, изучат новые вооружения, а также отработают ряд задач в полевых условиях. На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются места работы и занимаемая должность. Им также будет выплачиваться средняя заработная плата, а неработающим минимальная заработная плата за счет государства. Цель таких сборов – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержавшихся в мирное время в сокращенной численности, а также подготовка и накопление в запасе военнообученных ресурсов, необходимых для развертывания вооруженных сил при мобилизации. Стоит отметить, что сборы будут проходить в два этапа. Первый – в Талдыкургане, и второй этап – в городе Ушарал Алакольского района, где примут участие более 100 военных офицеров запаса. С 5 по 14 августа проводятся воинские сборы с офицерами запаса войск территориальной обороны в области Джетсу. На данном этапе за счет бюджета в области организованы воинские сборы, где предусмотрена военная форма, питание, сохранение заработной платы, призванных на воинские сборы. Эти сборы будут проходить в два этапа. В Талдыкургане прошел республиканский дебатный турнир под названием «Площадка независимой молодежи». Интеллектуальное состязание, организованное в американском формате, собрало 20 команд из различных регионов Казахстана. Участники турнира активно обсуждали широкий спектр актуальных вопросов и предлагали пути их решения. В результате напряженной интеллектуальной борьбы победу одержала команда из города Алматы. Подробности в сюжете. В области ЖИЦУ стартовали 10-дневные мероприятия, приуроченные к Международному дню молодежи, который отмечается ежегодно 12 августа. Нынешнее событие представляло собой республиканскую соревновательную игру, на участие в которой подали заявки 150 команд со всего Казахстана. В отборочный этап прошли 20 сборных из 17 областей страны и трех городов республиканского значения. Основное состязание развернулось в формате американских парламентских дебатов. Область ЖИЦУ всегда придает особое значение дебатным конкурсам, подчеркивая их важность в развитии интеллектуальных способностей молодежи. В этом году глава края также проявил особое внимание этому направлению, дав ряд поручений, способствующих улучшению проведения турнира. В результате значительно увеличился размер денежных средств, выделенных на организацию дебатов, а также возросли размеры денежных вознаграждений за призовые места. Первое, второе и третье. Состязательные игры дебатного формата начали развиваться в нашей стране в начале 2000-х. Этот проект способствует открытости мыслительного процесса, расширению словарного запаса и развитию красноречия. На недавнем турнире, посвященном Международному дню молодежи, молодые ораторы обсуждали широкий спектр актуальных тем, включая коррупцию, азартные игры и наркоманию. Участники не только освещали существующие проблемы, но и предлагали пути их решения. По итогам соревнования победу одержала команда из Кельдеби из города Алматы, которая была удостоена денежного вознаграждения в полмиллиона тенге. Нынешний турнир прошел на высоком уровне, став значимым событием в дебатной среде. В этом состязании собрались самые сильные дебатеры со всех регионов страны, многие из которых уже успели зарекомендовать себя в качестве чемпионов. Игровой формат турнира оказался довольно сложным, и нам уже приходилось сталкиваться с трудностями на предыдущих соревнованиях. Однако в этот раз мы смогли вновь выйти и продемонстрировать свои навыки, показав высокий результат. В рамках 10-дневного республиканского дебатного турнира предусмотрено проведение 19 различных мероприятий, охватывающих широкий спектр тем и форматов. К кульминацией торжеств станет праздничный день – 12 августа, когда будут определены и награждены лучшие молодые лидеры Семеречья. Этот день станет ярким завершением празднования и подчеркнет достижения и потенциал молодежи региона. Станция Достых занимает ключевое положение в международной транспортной сети, связывающей Китай и Европу. Накануне наша съемочная группа подробно ознакомилась с деятельностью этого стратегически важного объекта в ходе пресс-тура Волокольский район. Сотрудниками станции было продемонстрировано, как эффективно организован процесс транзита грузов через объект. Подробности у нашего корреспондента. Станция Достых-Транстермином начала свою деятельность в 2021 году и за короткий период смогла достичь значительных успехов. В настоящее время на балансе объекта числятся четыре единицы специализированной техники, грузоподъемностью 46 тонн каждая. Также в составе станции два локомотива, каждый из которых способен преодолевать расстояние протяженностью более тысячи километров. Важным направлением работы компании является увеличение числа составных поездов, что способствует улучшению и расширению транзитных возможностей. На текущий момент на станции трудятся 160 сотрудников, которые ежедневно обрабатывают около 9 тысяч контейнеров, обеспечивая эффективное и бесперебойное функционирование логистических процессов. В настоящее время мы ставим перед собой цель удвоить объём принимаемых контейнеров. Это решение обосновано тем, что имеющееся техническое оснащение и численность сотрудников на станции позволяет осуществить такой рост без потери качества обслуживания. Увеличение пропускной способности позволит значительно повысить эффективность работы станции и лучше удовлетворять растущий спрос на международные грузоперевозки. Следует также отметить недавно открывшуюся станцию «Евротранзиттерминал». Объект площадью 18 гектаров оснащён современным перегрузочным комплексом, включающим шесть железнодорожных путей, что значительно увеличивает его пропускную способность. В настоящее время на станции активно проводится модернизация, целью которой является освоение дополнительной территории площадью чуть более 7 гектаров. На этой расширенной территории планируется строительство нового складного помещения, что позволит улучшить организацию хранения и обработки грузов. Рассматриваем увеличение наших мощностей и с учётом строительства и окончания, которое состоится, планируется в октябре этого года, мы хотим увеличить свой грузооборот. Таким образом, мы посмотрели, что у нас присутствует 7,7 гектара свободных площадей, которые принято решение освоить. Таким образом, мы будем активно участвовать в освоении, я надеюсь, это будет всплеск грузооборота по станции «Достык». Таким образом, на данной территории у нас планируется к размещению, к краткосрочному хранению порядка 3,5 тысячи контейнеров. Сотрудники компании подчеркивают особую значимость обновления терминалов и внедрения современных цифровых инфраструктурных решений. В условиях стремительного развития транспортной и логистической отрасли, такие инновации становятся ключевыми в вопросе обеспечения высокой эффективности труда. Карина Закриева, Мадиба Ибусынов, телерадиокомпания «Житусу». Ливни и жара до плюс 45 градусов ожидают казахстанцев в спецоперациях КНБ в Алматы и Астане. Изъяты наркотики на 2 миллиарда тенге. В одну из областей Казахстана государству было возвращено сразу 32 водных объекта. Подробные информации о событиях нашей страны в сегодняшнем выпуске республиканских новостей. Комитет национальной безопасности провёл спецоперацию в Астане и Алматы, в результате которой изъяты наркотики на сумму до 2 миллиардов тенге. В июле текущего года совместно с полицией и при координации прокуратуры сотрудники службы госбезопасности ликвидировали деятельность трёх крупных нарколабораторий. По подозрению в совершении преступления задержаны 8 граждан Казахстана, которые сейчас находятся под стражей по решению суда. В ходе обысков изъято более 93 килограммов синтетических наркотиков, 70 литров мифедрона, находящегося на стадии кристаллизации. 255 килограммов перекурсоров и лабораторное оборудование, сообщила пресс-служба КНБ. Отмечается, что стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке может превышать 2 миллиарда тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса. С начала текущего года 32 гидротехнических сооружения были возвращены из коммунальной собственности в Республиканскую. Эти объекты, включая 31 ирригационный канал и одну плотину, находятся в Жамбылской области. В данный момент активно ведётся работа по возврату подобных объектов в Республиканскую собственность и в других регионах Казахстана. Министерство водных ресурсов и ирригации начало реализацию плана по улучшению водной инфраструктуры страны. По поручению президента разработан комплексный план, охватывающий строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов до 2030 года. В рамках работ предусмотрено возведение 44 водохранилищ, реконструкции 76 гидротехнических сооружений, расширение ирригационных систем и бурение 3230 скважин вертикального дренажа. В настоящее время завершена проектно-сметная документация по 114 проектам. Метеорологи Казгидромет предоставили прогноз погоды на территории Казахстана на 6, 7 и 8 августа текущего года. Специалисты прогнозируют сильные дожди на севере страны, в то время как на юге ожидается высокая температура. В ближайшие три дня большинство регионов Казахстана будут под влиянием циклона, что приведёт к дождям с грозами, градами и шквалистым ветром. Сильные дожди ожидаются 6-8 августа на западе и северо-западе, а 7-8 числа на севере страны. Также прогнозируется усиление ветра и высокая температура в дневные часы от 38 до 45 градусов Цельсия. В остальных регионах республики резких изменений температуры не ожидается, сообщает пресс-служба Казгидромет. Ранее сообщалось, что на этот понедельник в Алматы и 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Елеман Турсунканов по материалам интернет-ресурсов. Учёные из Ирландии запечатлели последствия столкновения 7-метровой акулы с кораблём. Польские дайверы нашли в Балтийском море уникальную находку, затынувшее судно 19 века с коллекцией шампанского на бортом. Режим ЧС Бурятии. Наводнение затопило дороги и разрушило мост. В нашей следующей подборке новости мира. Исследователи из Ирландии и США обнародовали видеозапись, демонстрирующую последствия столкновения 7-метровой акулы с кораблём. По словам учёных, данный инцидент впервые получилось запечатлеть на камеру. Это случилось при исследовании проведения исполинских акул в близ Ирландского побережья. Ранее одну из особей снабдили видеокамерой. Как выяснилось, при изучении записи первые 6 часов животное питалось на мелководье. Потом оно резко сманеврировало, вероятно, попытки не допустить столкновения с приближающимся судном. Однако киль всё-таки затронул гиганта. Поведение рыбы кардинально изменилось. Она сразу погрузилась на глубину. На оставшихся 7,5 часов записи животное прячется вдалеке от поверхности, время от времени залегая на дно для передышки. Как говорят исследователи, неизвестно, вернулась ли рыба на мелководье. В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС. Сложная ситуация в сёлах Горхон, Дархита, Челутай. В Горхоне вода смыла два автомобильных моста. Проезд в село ограничен. Из-за обильных осадков горные воды спустились в реки Илька и Ара-Кижа. Водоёмы вышли из русел в районе Новоилинска. Потоплено более 12 придомовых участков. В Новоилинске смыло два автомобильных моста. Три пешеходных. Туда выдвинулись спасатели, чтобы быть готовыми к эвакуации населения в случае необходимости. В школе Новоилинска организован пункт временного размещения. МВД выставило посты для обеспечения правопорядка. Во время недавней дайвинг-экспедиции группа польских специалистов наткнулась на объект, который легко можно было бы принять за старую рыбацкую лодку. Гидролокатор тогда не показал ничего особенного. Но дайверы Марик Какай и Павел Трушинский решили провести дальнейшие исследования. Их любопытство было вознаграждено. Внутри затонувшего парусного судна 19 века, прекрасно сохранившегося на глубине 190 футов, это почти 58 метров, в Балтийском море они нашли внушительную партию шампанского. И не только. Руководитель группы дайверов Томаш Стачура предположил, что обнаруженные на затонувшем судне предметы бутылки с минеральной водой, фарфор, шампанское могли направляться к королевскому столу в Стокгольме или в резиденцию русского царя в Санкт-Петербурге. Но корабль потерпел крушение. Два казахстанских боксера вышли в финал Олимпиады в Париже. На девятый день международных соревнований по боксу два атлета из Казахстана Назам Казайбай и Нурбек Уралбай одержали победу в полуфиналах и в ближайшее время выступят в решающем поединке. Теперь их ждет борьба за золотую медаль. Об итогах чемпионата мира за девять дней в материалах следующего сюжета. В напряженном полуфинальном поединке на Олимпийских Назам Казайбай, двукратная чемпионка мира по боксу, уверенно прошла в полуфинал соревнований. Выступающая в весовой категории до 50 кг, она одержала уверенную победу над колумбийской соперницей со счетом 4-1. Теперь Назам Казайбай предстоит сразиться с китайской боксершей в полуфинале. Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль. Агирим Коппаева по материалам интернет-ресурсов. Олимпийский чемпион, прославивший Казахстан на Играх в Париже, вернулся на родину. Казахстанцы встретили победителей Ельдоса Сметова и Гузмана Крыгсбаева в международном аэропорту Алматы. Желающих лично поздравить чемпионов и пожать им руки было немало. В свою очередь, мать Ельдоса Сметова отметила, что всегда верила в своего сына и знала, что он вернется с Олимпиады золотой медалью. На встречу призеров международного первенства также прибыли и представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Они поздравили олимпийского чемпиона от лица всех военнослужащих, которые не смогли лично приветствовать спортсмена. Напомним, что всего в Парижской Олимпиаде под дзюдо приняли участие 9 казахстанцев, которые принесли в копилку страны уже две медали. Я чувствовала, очень сильно переживала, но внутри знала, что Ельдос выиграет. Я от всего сердца пожелала ему удачи. Сын мне сказал, чтобы я не переживала, он вернется с золотом. Сердце матери никогда не обманывает. Я предчувствовала большую радость. Так и случилось. Матери всегда желают своим детям только самое лучшее. Не передать словами, насколько я счастлива. Желаю испытать такую радость и гордость за детей каждой матери. В Талдыкургане стартовал чемпионат края ЖИЦУ по шахматам среди молодежи. Свыше 40 юных спортсменов со всех районов региона собрались, чтобы побороться за звание чемпиона в формате рапида. О том, как прошел первый день соревнований, расскажет Айгер Мкупаева. В этом динамичном виде шахматной игры каждый участник получит 10 минут на один ход, что потребует от спортсменов не только глубокого анализа, но и быстрой реакции и умения принимать решения под напором времени. Соревнование обещает стать настоящим испытанием для молодых шахматистов и поспособствует демонстрации их таланта, стратегического мышления и умения работать в условиях ограниченного времени. Ко дню молодежи 12 августа проходит шахматный турнир, организован в Центре молодежной политики, принимает участие около 40 участников со всей области, приехали со всех глубинок и приехали из Панфиловского района, из Каратальского района, а также приехали Аксульский район, практически все районы нашей области. Молодой чайхажатулу Алихан, он из города Текили, чемпион Казахстана до 14 лет. Также есть у нас здесь молодые дарования, и Сумбаев Фирназар, постоянный победитель областных соревнований. Также принимает участие Байтлеус, РМ. Хорошая молодежь, я думаю, что они покажут хорошую, качественную игру. Чемпион Казахстана по шахматам 14-летний Алихан Хажатулу уже успел проявить свои способности на этих соревнованиях, одержав быструю победу над первым соперником. До этого времени Алихан неоднократно занимал призовые места как на республиканских, так и на международных турнирах. Его главная цель – стать гроссмейстером и в будущем завоевать титул чемпиона мира по шахматам. Играть в шахматы я начал с шести лет, а сейчас мне уже 14. За это время я добился немалых успехов в этом интеллектуальном виде спорта. Я стал чемпионом страны, чемпионом Азии по шахматам среди молодежи. Теперь же в этих соревнованиях я планирую также занять лидирующее место. Шахматы, как игра, хорошо развивают умственные способности людей, а также стратегическое и логическое мышление человека. Победители республиканского интеллектуального турнира получат денежные призы и грамоты. По данным специалистов, интерес к интеллектуальным играм в области ЖТСУ значительно вырос. Ожидается, что в будущем число заинтересованных лиц будет только увеличиваться. В Талдыкургане национально-аналитический центр выступил организатором турнира по мини-футболу и волейболу среди специалистов санитарно-эпидемиологической службы. В соревнованиях участвовало около 50 сотрудников из филиалов учреждения, находящихся в городе Алматы и в области ЖТСУ. По мнению участников, сам турнир прошел в атмосфере состязательного духа, а команда филиала национального аналитического центра области ЖТСУ по мини-футболу вышла в финал состязания. По словам организаторов, такие мероприятия оказывают положительное влияние на работников сферы санитарной эпидемиологии и предоставляют им отличную возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов. Такие встречи проводятся ежегодно. Но нужно отметить, что такое мероприятие впервые проводится в ЖТСУ. Все организовано на высшем уровне при поддержке администрации спорткомплекса ЖАСТАР. Финал по приказу предприятия Национального центра экспертизы Комитета санэпидконтроля Минздрава РК будет проводиться в октябре месяце на базе Кустанайского национального центра экспертизы. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ и будьте в курсе событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok